От Курска в кавычках до Курска без кавычек. Так не сговариваясь, обозначили происходящее в Курской области некоторые блогеры. Впрочем, помимо ассоциации с подлодкой Курск, ставшей в каком-то смысле символом начала путинской эпохи, есть и другая историческая отсылка. Битва на Курской дуге 2.0. Сейчас можно увидеть и такие заголовки. А фраза «под Курском идут бои» прямо отсылает к словарю Второй мировой войны, как это было и после 24 февраля, когда в 4 утра бомбили Киев. Ассоциативный ряд событий в Курске не только отбрасывает нас в прошлое, а на историческом фрейминге Кремль уже давно строит что-то вроде национальной идеи России, но и с другой стороны показывает символизм путинской эпохи. От вранья о подлодке, которую все хорошо помнят, до откровенно лицемерных заявлений о ситуации в Курске. Именно так высказывание Кремля охарактеризовал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Я видел сообщения российских властей о провокации Украины. Английское выражение «that's rich» обозначает именно лицемерное высказывание, обвинение, которое, собственно, относится к тому, кто обвиняет. Говоришь на меня, переводишь на себя. Российская власть уже давно использует этот принцип отзеркаливания, а с началом полномасштабной войны сделала его едва ли не основным инструментом пропаганды и создания перевернутой реальности. Владимир Путин охарактеризовал атаку ВСУ в Курской области как очередную масштабную провокацию, в ходе которой ведется, цитата, «неизбирательная стрельба из разных видов оружия, в том числе ракетного по гражданским зданиям и жилым домам, машинам скорой помощи», конец цитаты. В Госдепе при этом говорят, какая же это провокация, если сама Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины еще в 2014 году. Более того, российские чиновники, описывая ситуацию в Курске, используют слова «вторжение» и «вторглисть», то есть точно такую же лексику, которую использует весь мир, говоря о действиях России в Украине. В нынешних заявлениях российских чиновников о Курске мы можем увидеть основные нарративы России о войне. Например, о том, как якобы варварски Украина проводит мобилизацию, которой сопротивляются измученные киевским режимом украинцы. Так, первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с каналом RTVI высказал мнение, что вооруженные силы Украины могли набрать несколько дополнительных бригад в результате, цитата, «варварской мобилизации», и что им проще совершить атаку на приграничные населенные пункты с мирным населением, чем проявить себя на поле боя. Напомню, что фейки об ужасах украинской мобилизации, по данным фактчекинговых ресурсов, в частности, стопфейк, входят в число самых частотных. Еще один хорошо знакомый нарратив. Запад устал от войны, но Украина хочет во что бы то ни стало добиться новой помощи. Именно такую версию высказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, цитата, «в связи с тем, что обстановка для ВСУ уже несколько месяцев практически на всех направлениях тяжелая, цель атаки – отвлечь внимание мира и показать, что ВСУ продолжают сопротивляться и просят всяческой поддержки, как вооружениями, так и финансово», конец цитаты. Стоит напомнить, что западные лидеры при этом не перестают заявлять, что поддержка Украины не прекратится. К примеру, в конце июля на форумы по безопасности в Аспине, штат Колорадо, госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, кого бы ни избрали следующим президентом страны, Вашингтон имеет обязательство поддерживать Украину по крайней мере 10 лет. Знакомый пропагандистский нарратив номер три – «Все под контролем». Именно эту фразу и произносят представители местной власти и публикуют в качестве заголовков «Региональные российские медиа». В частности, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уверяет, что российские войска держат ситуацию под контролем. Вторит ему и депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов, по словам которого, власти стараются не выпускать ситуацию из-под контроля. Иванов утверждает, что людям помогают эвакуироваться, однако независимые российские издания, в частности «Верстка», пишут, что все наоборот. Власти не помогают ничем и помощь местные жители получают только от волонтеров. «Самое главное сейчас – не допустить паники», – говорит депутат Иванов. «Паника – это страшное дело, когда неорганизованные толпами люди начинают покидать свои места жительства, не зная куда и как, поэтому надо соблюдать спокойствие, не верить фейкам, а верить только официальным каналам». Выражение «все под контролем» уже давно превратилось в мем, своеобразную мантру российской власти, которая идет в ход всякий раз, когда ситуация как раз выходит из-под контроля. В то же время самые тиражные российские газеты, московские комсомолицы, аргументы и факты сообщают о панике не в России, а в Украине. Как заметило издание агентства, в четверг обе эти газеты опубликовали статьи с одинаковым названием «Теперь нам конец. Украинцы впали в панику после атаки ВСУ под Курском». Оба материала опираются на анонимные комментарии под постом в неназванном украинском телеграм-канале. Впрочем, в ход идут не только такие приемы, как отзеркаливание ситуации на противника и повторение формулы «все под контролем», но и заявление об успехах России. Агентства также отмечают, что за последние три дня российские власти шесть раз заявляли о победах в Курской области. Об этом в частности докладывали временно исполняющие обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, Центра общественных связей ФСБ, начальник генштаба Валерий Герасимов и пресс-служба Минобороны. При этом за каждой такой победной реляцией следовала новость об ухудшении обстановки на приграничных территориях. Как и в любой острой ситуации, пропаганда забрасывает аудиторию противоречивыми месседжами. С одной стороны, российское телевидение толком не рассказывает о том, что именно происходит в Курской области. С другой показывает многочисленные телерепортажи о том, как буквально вся страна собирает для местных жителей гуманитарную помощь. Но в таком случае на что и почему? С одной стороны, власти рассказывают о том, что противник не продвинулся, а у России все под контролем. А с другой заявляют, что нужен жесткий ответ киевскому режиму за вторжение. Кроме того, стоит отметить и отход от одного из главных российских нарративов о так называемых мирных переговорах. Лидер «Справедливой России» за правду Сергей Миронов уже заявил, что никакие переговоры с цитата «неонацистским режимом невозможны, и он подлежит уничтожению». А Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, можно и нужно идти на землю, пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева, до Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха. «Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным». Конец цитаты Медведева. В свою очередь, автор шуточного микроблога, президент Раиси, пародируя пропагандистский прием отзеркаливания, написал, «Самое важное сейчас – это немедленно остановить кровопролитие. Россия должна передать Украине Курскую, Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Калужскую и Воронежскую области. Неважно, кому принадлежат эти территории. Важно, чтобы перестали гибнуть мирные люди». Редактор субтитров А.Семкин